здравствуйте с вами снова эквименеджмент свитой козловой предыдущих программах мы уже говорили с вами об эффективности работы в команде которая объединяет разных экспертов из разных областей напомню что люди в команде должны быть взаимодополняющими и взаимозаменяемыми сегодня мы с вами поговорим о том что нужно знать чтобы подбирать развивать и мотивировать разных людей на работу в команде во благо процветания вашего кска и так мой любимый питер друкер великий теоретик менеджмента говорил для решения задач стоящих перед менеджментом требуется по меньшей мере четыре типа людей однако он ничего не сказал о том что из себя представляют эти типы людей и как именно они должны взаимодействовать многие авторы пытались с разной степени успеха восполнить этот пробел но как известно нет ничего ценнее практического опыта именно опытом практического командного взаимодействия сотрудников относящихся к разным стилем менеджмента я сегодня и хочу поделиться с вами почему в реальной жизни ни один сотрудник не может и планировать и организовывать и контролировать работу так как это написано в учебнике во первых наше понимание конно-спортивного менеджмента нельзя назвать общепринятым ведь тренерами берейтерами например не получится управлять также как работниками на производстве во вторых в одном сотрудники просто несовместимы способности планировать принимать решения управлять организовывать контролировать и мотивировать и наконец в третьих способность выполнять отлично одну из функций будет точно мешать выполнению других что же это за качество навыки или если угодно стиле носителем одного или максимум двух из которых является каждый из нас с вами и так встречайте великолепную четверку производитель результата администратор процесса предприниматель принимающий решение в условиях постоянных изменений интегратор создающий атмосферу основанную на системе ценностей у каждого сотрудника есть свои достоинства и недостатки хороший тренер чаще всего не станет блестящим администратором а тот в свою очередь не примет сложное решение связанное с вызовами рынка кто тонко чувствует психологию людей и хорошо их интегрирует вряд ли станет гуру предпринимательства и тем не менее опыт показывает что все же встречаются люди которые легко совмещают два стиля из четырех но вот человека одинаково хорошо выступающего во всех четырех ролях пока не родилась почему же так важно чтобы сотрудники всех четырех стилей были представлены в команде если захромает производство результата клиенты клуба будут недовольны в случае плохого администрирования кск понесет убытки если слабовато предпринимательская функция то есть реагирование на потребности рынка новые услуги появятся с опозданием или не появятся вовсе и наконец если выпадет интеграционная функция без системы ценностей организация забьется в конвульсиях а то и вовсе отправиться к працам все четыре функции необходимы для здоровья кск как витамины для организма как же распознать и нанять на работу хорошего сотрудника и на какие качества стоит обратить внимание в первую очередь я бы выделила по меньшей мере восемь первое сознательность сотрудник понимает что делает и знает свои сильные и слабые стороны второе осознанность понимает смысл последствия своих действий и то как они скажутся на общих результатах третье разносторонность владеет ну пусть и понемногу всеми четырьмя функциями что необходимо для взаимозаменяемости членов команды четвертое принятие себя для дальнейшего развития важно чтобы сотрудник принимал себя со всеми достоинствами и недостатками пятое способность оценить сильные и слабые стороны коллег для эффективного взаимодействия нужно знать преимущества коллег в тех областях в которых не силен сам к сожалению многие боятся тех кто их превосходит особенно часто этим страдают руководители которые поэтому нанимают или себе подобных или более посредственных сотрудников чтобы выгодно отличаться на их фоне шестое признание того факта что все люди разные и это главный принцип командной работы седьмое умение возражать не обижая есть даже шутка из области эйчар нанимая сотрудника посмотри если на его языке шрамы это говорит о том способен ли он прикусить язык в нужный момент восьмое способность разрешать конфликты в атмосфере доверия и уважения превращая их в обучающий кейс пусть что-то и действует нам на нервы но зато мы узнаем новое также важно учитывать и закон мафии никогда не берите на работу двух и более представителей одной семьи есть еще один закон ну из того же источника не берите на работу звезд их интересует только слова и гонорары не знаю как вам такой совет но подумать есть над чем а теперь обещанные практические рекомендации по работе с сотрудниками разных стилей и так производители результата как правило носитель этого стиля не ставит перед собой долгосрочных целей зато при решении текущих задач он разобьется в лепешку даже если результат не окупает издержек в основном он живет настоящим и работает на износ есть вероятность что такой сотрудник может увлечься усовершенствованием одного из элементов процесса в ущерб процессу в целом производители результата терпеть не может отступать от принятого решения и будет стараться выполнить работу любой ценой он не склонен к изменениям особенно если речь идет о технологиях процесса также носители этого стиля стремятся выполнить всю работу лично и неохотно обучают других считая что лучшие обучение это принцип смотри и повторяй за мной за рамками своей непосредственной работы они склонны пренебрегать деталями если сказать носителю этого стиля вы должны работать как одна команда он ответит я уже сказал что нужно сделать работаем производители результата любит повторять не нужно чинить то что не успела сломаться носителем такого стиля был в свое время старший тренер клуба продар иван михайлович кизимов как эффективно работать с производителем результат помогайте ему не терять из вида цель-звезду акцентируйте его внимание не только на том что нужно делать но и на том почему нужно именно так мотивируйте его на кооперацию с носителями предпринимательского стиля интеграторами идем далее администратор носители этого стиля про форму они про содержание они любят инструкции и регламент когда приходится проявлять гибкость и отступать от инструкции с администратором может случиться паралич ведь для него любая инструкция имеет статус принципа от которого мы не отступаем никогда он пытается добиться стопроцентного контроля поэтому иногда ему просто не сообщают о проблемах когда потребуется принять рискованное решение администратор скажет ситуация еще не прояснилось давайте подождем он не выносит неопределенности и может ждать вечно несмотря на то что бездействия в эпоху перемен куда хуже неопределенность нелюбовь к рискам делает его противником перемен часто чтобы добиться целей команде приходится преодолевать его сопротивление он ищет неопровержимые доказательства и верит только тому что видел сам лично держит рот на замке и предпочитает помалкивать пока четко не сформулирует свою мысль для администратора сделать быстро значит сделать плохо принятие решений не его сильная сторона любая проблема для него уходит корнями в незапамятные времена а значит и на ее решение нужна вечность контролируя издержки он может переборщить так как урежет и те расходы которые необходимы для развития путь которому он следует кажется ему единственно верным администратор зачастую воздерживается от предложений но любит искать и находит недостатки вариантах предложенных другими вы наверняка сталкивались с носителями подобного стиля многократно и узнали многих по описанию как же эффективно работать с администратором проверяйте работает ли выбранная им форма и если нет требуйте ее изменить мотивируйте говорить переменам да и мириться с неопределенностью ведь понимать и оценивать риск не значит его избегать обращайте его внимание на важность доверять опыту коллег принимать их возражения и придавать большее значение ценности чем затратам и запретите администратору общаться с коллегами и давать поручения при помощи служебных записок теперь о носителях стиля предприниматель он неустанно ломает голову и творит как одержимый он постоянно охвачен страстью созидания зачастую все это даже не ради денег хотя иногда он может биться за них насмерть предприниматель живет будущем отказываясь от настоящего и постоянно пытается выйти за пределы возможного он легко увлекается новыми идеями а замечание в адрес своих идей воспринимает как выпады личного характера обожает узнавать новое и всегда внимательно слушает для предпринимателя не существует предела он все время поднимает планку все должно быть сделано вчера поэтому любая его просьба превращается в требования им движут мечты он убежден что истинная преданность идеи может форсировать работу и часто ставит нереальные дедлайны поток его сознание непрерывно меняет направление поэтому его часто понимают не так как он рассчитывал предприниматель думает больше о ценности чем о затратах и не считает проблему проблемой видя в ней лишь очередной вызов он получает удовольствие от творческой составляющей на которую приходится 20 процентов а восемьдесят процентов детализации рутинной работы старается избегать я знаю о чем говорю так как сама отношусь к этому стилю как же эффективно работать с таким коллегой постарайтесь убедить предпринимателя тренировать внимание общаясь он должен следить за реакцией собеседника и тогда увидит что давно пора остановить вещание посоветуйте ему научиться медитировать или заняться йогой заставьте конкретизировать каждую свою идею используя точные данные и наконец обижите оформлять решение письменно и наконец интегратор точку зрения носителей стиля интегратор определяет консенсус время покажет его любимая фраза он предоставляет широкую свободу действий для творчества не любит конфликты и не вмешиваясь может ждать решения несмотря на ухудшающееся положение ему хочется найти решение которое устроит всех чувствует он себя не в своей тарелке если нужно принять сложное или непопулярное решение его стихия гармония и непринужденная беседа интегратор как пастух не дающий коллегам разбредаться больше всего он боится что ситуация выйдет из-под контроля он часто уклоняется от прямых ответов поддерживает всех и никого в кризисной ситуации интегратор не решится примкнуть ни к одной из сторон он редко скажет то что думает но всегда поинтересуется тем что думаете вы старается понять куда ветер дует и нащупать точки соприкосновения интегратор уделяет внимание не словам а чувствам и не любит изменений главное для него это прийти к компромиссу предпочитает управление с помощью комитетов кстати есть анекдот про то что верблюд это лошадь созданная по решению комитета для интегратора проще уступить тому на чьей стороне сила даже приняв решение интегратор продолжит сомневаться носителем этого стиля была член совета директоров клуба продар и вице-президент фкср елена владимировна петушкова которой мы работали много лет как эффективно работать с интегратором старайтесь сфокусировать его внимание на информационной стороне сообщения они на чувствах на функции они на форме чаще объясняйте что результат выше согласия настаивайте чтобы в дискуссии он занял конкретную позицию и так подведем итог что же такое работа эффективной и взаимодополняющей команды мне нравится такое определение это демократия при принятии решений и диктатура при их выполнении и пожалуй добавлю совет полученный мной 20 лет назад от моего наставника в ценности этого совета я с благодарностью убеждалась многократно всегда давай людям второй шанс на третий тратить время не стоит как же нанять в кск правильного сотрудника нанимая смотрите не только на профессиональный уровень но и наличные качества легче обучить чем перевоспитать составляя команду из покладистых соглашателей вы вряд ли достигните высот чтобы команда была эффективной нужно чтобы каждый в чем-то превосходил руководителя главное качество правильного члена команды это ответственность и способность принять решения в сфере своей компетенции изменения происходят постоянно и они влекут за собой череду проблем проблемы заканчиваются только со смертью поэтому в команде должны быть люди способные решать проблемы в рабочем режиме и принимать ответственные решения и еще важно чтобы сотрудников собеседовали и нанимали за исключением технических вопросов непосредственно руководители подразделений по чьим руководством им предстоит работать правда жизни если вы сказали коллегам что нужно делать это еще не означает что у вас есть команда и так менеджмент предполагает синергию если ее нет нет команды что важно не бывает уважение без толерантности не бывает толерантности без терпения не бывает терпения без опыта в решении проблем добиться взаимного уважения нелегко но чем дальше мы смотрим вперед тем лучше атмосфера в нашем клубе в бизнесе или в семье люди всегда ищут того кто дополнит его самого чем больше люди уважают друг друга тем выше ценность истины которая родится в споре а фундамент корпоративной культуры будет надежнее до работа в команде крутая штука но она не освобождает от необходимости постоянно развиваться в профессии и становиться лучше как личность в следующей программе мы поговорим как раз о том как стать лучше чтобы не быть в тягость ни коллегам ни близким если проект эквименеджмент интересен вам а информация которую мы предлагаем вашему вниманию полезно ставьте лайки чтобы это видео попало в рекомендованные тогда его сможет увидеть еще больше конников которым она собственно и адресовано с вами была вита козлова до новых встреч удачи удачи Субтитры подогнал «Симон»